Добрый день, дамы и господа! Всем привет от Диты и Солнечной Канады! Сегодня мы с вами пойдем в японский магазин Муджи или Мужи. Я не очень знаю, как правильно это произносить. Наткнулась на этот магазин я недавно и с интересом поснимала в нем, потому что этот магазин новый, необычный для меня, и как бы мне было интересно посмотреть, что там есть. Ну, в общем, вот вы видите картинку. Зашла я на их веб-сайт также посмотреть, что за магазин, и поняла, что это такое, знаете, юникло на минималках пополам с айкеей. То есть они позиционируют себя как магазин натуральной одежды, натуральных тканей, все-все очень экологично, все очень переработано. Но, так сказать, стиль такой чисто японско-минималистский, и они считают, что они даже превзошли юникло по своим, так сказать, продажам и популярности в Японии, возможно. Ну вот, фасоны вы видите сами. Ну и вот такой прям минимализм на минималках, пальто, пуховик, больше похоже на какой-то халат дворника, не побоюсь этого слова. Ну и вот такие вот вещи, очень базовые, очень минималистичные. Вот эта вот картинка с их веб-сайта, вот при входе на веб-сайт вы видите такую картинку. В общем, по-моему, все понятно про их фэшн и моду. Продается в магазине все, начиная от сладостей. Вот это вот японские сладости, которые вот так вот выложены в таких корзинах плетеных, или вот стоят на полках. Вот это вот какой-то японская сладость со сливой. Может быть, надо было купить, попробовать. Вот что-то не додумалась я. Ну ладно, может быть, в следующий раз расскажу вам потом, вкусно это или нет. Это тоже какие-то сладости, не то засушенные фрукты. Я, честно говоря, не поняла. Очень трудно понять у них. Я долго читала, у них что-то половина на японском написано, немножко где-то внизу по-английски. Ну как-то непонятно мне. В общем, не разобралась я, если честно. Почему я сказала, что это магазин такой юниклон и пополам с Айки? Потому что в нем продается все. В нем продается одежда, в нем продается мебель. Ну вот в этом магазине мебель не представлена, но в принципе на их веб-сайте есть мебель, и в Японии продается мебель из этого магазина. Продается всякие товары для дома, посуда, в общем, постельное белье и так далее. Всякий текстиль, вот, например, тапочки такие вьетнамки. Ну вот чисто вьетнамки. Прям такие вьетнамские вьетнамки. Ну, японские в данном случае. Но очень такие прямо минималистичные. Прям совсем такие. Вот. Или вот тапочки домашние. Прям совсем такой минимализм, минимализм. Ну, в общем-то, этот магазин позиционирует себя как магазин минимализма, магазин базовых вещей, магазин натуральных тканей, переработанных из натуральных продуктов. В общем, вот здесь я остановилась, потому что это такая подушка специальная, которая наполовину заполнена тем, чем обычно заполняют подушки, наполовину какими-то трубочками прозрачными из пластика, которые делают эту подушку более воздушной и в то же время помогают ей запомнить форму вашей головы и плечей, чтобы вам было удобнее спать. Ну, в общем, вот что-то такое необычное. Я должна сказать, что я нигде никогда ничего подобного не видела, хотя пластиковые трубочки в подушке как-то мало. Похоже на что-то натуральное. Хотя, возможно, что пластик, скорее всего, тоже переработан из чего-то переработанного, поэтому, так сказать, натуральность сохранена. А вот это, по-моему, были... Да, это постельное белье. Вот это простыни из натуральнейшего японского льна. Тоже все, конечно, переработанное, перемолотое 10 раз туда-сюда, переработанное из одного льна в другой. Не дешевая стоит. Это вот такая простыня 50 долларов канадских, что, в общем, немало. Но за натуральность и переработанные материалы надо платить. Как мы знаем, все натуральное стоит не дешево. И вот этот магазин, как бы, он очень старается, как бы, не нарушить никакой баланс в природе и всю свою продукцию производить, так сказать, с требованиями, современными требованиями защиты, экологии, окружающей среды. Вот это тоже какие-то простыни из льна, очень необычные, странные, какой-то такой плотный лен, такой жатый немножко. Я не очень разобралась. И, в общем, трудно сказать, что здесь к чему. Я зашла на их веб-сайт в надежде понять, как бы, почитать более подробно о том, в чем фишка. Но на их веб-сайте объяснений было еще меньше, чем в магазине. А, кстати, вот это вот коврики. Это ковры. Больше похожи на японские циновки, правда же, как бы. И, в общем, вот такой вот ковер. Два на три или два на два. Я не вижу точно, сколько. Стоит 230 канадских долларов. То есть, вот не дешево все. Посуда. Вот это такая деревянная, традиционная японская посуда. Все очень японская, традиционная. Чисто белый фарфор, без намеков вообще на какие-то там цветочки или картинки. Я даже не знаю, это фарфор или керамика. Возможно, что это керамика. Ну, может быть, и фарфор. По-моему, фарфор. На их веб-сайте было написано, что посуда у них фарфоровая. Вот эта вот чашка, позволение сказать, привлекла мое внимание. Сначала я действительно подумала, что это такая чашка с подставкой, вроде как блюдечко вместе. Посмотрите на нее внимательно. Ничего вас не смущает. Меня что-то смутило, потому что я поставила ее на полку. Попыталась прочитать, в чем предназначение сего предмета. Тоже не поняла, если честно. Потом взяла еще раз в руку, поняла, что чашкой это быть не может, потому что в дне у нее дырочка. То есть все, что вы нальете, причем дырочка сквозная, все, что вы нальете в эту чашку, выльется к вам на стол. Поэтому это не чашка. Возможно, это какой-то предмет для заварки чая. Что вы туда кладете в заварку, наливаете воду, потом она как-то капельками просачивается в вашу чашку. Для этого вот эта вот подставка, которую надо ставить на чашку. Ну, это мои измышления, если честно. Я тоже зашла на их веб-сайт, попыталась найти вот этот предмет, чтобы прочитать, что это такое. Просто ради интереса, но не нашла. На их веб-сайте я его не нашла. Ну вот, есть как бы, видите, все-все-все для дома. Мочалки для мытья посуды, кастрюли, какие-то предметы для вот половники, черпалки разные, доски разделочные, деревянные. Ну, в общем, абсолютно все. Но, опять же, я говорю, что Айкея, оно с японским клоном. Вот, как вы видите, есть палочки китайские для еды. Вернее, в данном случае японские, наверное, палочки для еды. И, естественно, потому что японцы много едят палочками в свою еду. Были также и ложки, между прочим, деревянные ложки. И такая вот ложка стоит 10-50 канадских долларов. Ну, нифига себе, да, так скажем. 10-50 за одну ложку. Это как бы маленькая, причем эта ложка маленькая. Вот была еще и большая ложка, но цены я ее не поняла. Наверное, стоит долларов 15. В общем, не дешевая такая посуда, но как бы японская. Наверное, дорого стоит перевезти ее в Канаду, возможно. Не знаю. Кстати, на этом самом месте, как из-под земли, возник продавец, молодой совершенно парень, и сказал мне, что снимать в магазине у них строжайшим образом запрещено. Чем меня очень огорчило и застроило, конечно. После этого я прекратила снимать в открытую и стала снимать втихаря. Вот вы видите, много всяких органайзеров для всевозможных вещей. Пластиковые такие коробочки. Много канцелярских товаров, тетрадки разные, ручки, коробочки какие-то. Там, типа, пеналов или что-то такое. Кстати, хочу сказать, что продолжая снимать втихаря и увлекшись очень этим процессом, я наткнулась совершенно неожиданно на совершенно другого продавца, молодую девушку, которая абсолютно не обратила внимания на мою съемку, улыбнулась к ней и не сказала мне, что снимать нельзя. В общем, как всегда, как во всем, полный разнобой по этому вопросу. И, кстати, моя теория о том, что не любят съемку и запрещают снимать обычно старые вредные дамочки, совершенно не подтвердилась в этом случае, потому что в этом случае запретил мне снимать молодой парень, вообще какой-то студент, по-моему, на вид, но, в общем, тем не менее. Вообще, эта тема со съемкой в магазинах приводит меня в полнейшее недоумение. Я как бы совершенно не знаю уже, что у нас можно, что нельзя. Ну, в общем, речь не об этом, а вот давайте продолжим смотреть на мою съемку, которая была сделана втихаря из-под полы, можно сказать. Ну и вот, как вы видите, вещи... Вот я вот что хочу сказать, что магазин Юникло по сравнению с магазином Муджи это просто буйство красок и фантазии. Можно сказать, Версачи по сравнению вот с... По своему дизайну и разнообразию, потому что вот этот магазин, ну, очень-очень-очень минималистичный и очень базовый и недешевый. Как вы видите, вот такое вот платье, оно стоит больше 100 канадских долларов. Конечно, оно сделано все из натуральных тканей, но, тем не менее, в общем, недешево. Еще немножечко картинок с их веб-сайта. И вот это вот платье, синее льняное, оно сделано из очень чистого японского льна или вот такой вот свитер, который тоже абсолютно базового фасона, абсолютно базового цвета. Мне понравился его состав. Я, в общем, как-то не очень поняла. Там 70% шерсти и 30% волос. Какого волос? Что волос? В общем, не знаю. Привело меня в некоторое замешательство. Вот еще немножечко, чуть-чуть японского фэшена, японской моды. Ну, я думаю, вы получили некоторое представление об этом магазине. Магазин, безусловно, интересный, заслуживает внимания, своеобразный. В общем, как бы вы все видели. Все, дорогие девочки и мальчики, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки. Люблю, целую, увидимся в следующем видео. Пока-пока, бай!